Насчет Донецкой области, вы, наверное, задаете этот вопрос кому-нибудь другому, может там люди компетенции будут тратить везти, потому что не меняет этот режим. Я из города Днепропетровска, да. Следующее. В городе Днепропетровске я жил, живу и буду жить в Днепропетровской области. И не боитесь там жить теперь? Выборы. Бородавшим. Выборы. Выборы 2014 года мы там выиграли, тотально выиграли. Начиная от списочных выборов, больше 25%, заканчивая мажоритарными выборами. На очень многих округах. И люди поддерживают нас и как раз очень хорошо понимают, что там происходит. Как охранные структуры интегрированы в эти батальоны, интегрированы в правый сектор и просто работают под их вывеской. А вот этот псевдопатриотический имидж, про который вы говорите, от их бандитов. Что вы говорите? В Днепропетровской области даже я решу и бородил. Все там просто канал один плюс один. Кому люди поднимают? Не более того. Только в этот округ, в шесть сельских округов никто не мог войти. Это банда, это псевдопатриоты, которые своих копейки туда не вложили. Они рассказывают, что они финансировали вранью все это. Они собирают деньги с бизнесменов, заставляют платить. Сколько вы лично пожертвовали в Украине в Украине в Украине в Украине? Сейчас расскажу. Сколько пожертвовали? Значит, у меня, начиная с мая прошлого года, работает фонд как раз, изучите, пожалуйста, войдите на мой сайт, который помогает солдатам, нашим солдатам, которые ранены. И плюс помогает медикаментами и продуктами питания, лагерям, где беженцы и госпитали. Более 500 тонн продуктов и медикаментов. Поверьте, это огромные деньги, и не только мои, но и многих друзей, которые вокруг меня объединились. Зайдите на сайт, вы просто не владеете ситуацией. Следующее, боюсь я или нет? Боюсь я или нет? Отвечаю на вопрос. Я очень хорошо и понимаю, с кем мы имеем дело. Поэтому у этих людей такой сложный трудовой путь, у них был корпоративный конфликт за Озерку 10 лет назад, несколько трупов во главе с Максимом Курочкиным, к сожалению, у господина Кормана погибли два партнера, Славик Брагинский и Аксель Рот совсем недавно. То есть там как бы, я очень хорошо понимаю, с кем мы имеем дело. Но, я хочу сказать, что я в здравой уме, в трезвой памяти, у меня хорошее здоровье, я не собираюсь никуда уезжать, пропадать, не хочу заканчивать жизнь самоубийством. Просто так, собираюсь жить и работать и побеждать на выборах в Днепропетровской области.